Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я вам расскажу юридическую сказочку. Сказочка про одного экономиста, который был самым умным. И эта сказочка будет иметь хорошую глубокую мораль в конце. Вот, в общем, этот экономист делал успешный бизнес. Он достаточно хорошо зарабатывал, торговал заморскими, диковинами всякими. Ну и, значит, как-то он решил хорошо заработать. Он, в общем, с другой фирмой подписал. И я не буду говорить название, буду говорить только цифры, буду говорить. Это будет важно для морали. И он подписал контракт на 1,2 млн рублей золотом. И, значит, предоплата 400 тысяч. И после поставки вот этого товара еще 800. После он совершил предоплату 400 тысяч. Поставили ему товар. Товар оказался окаянный, некачественный. Наш экономист, будучи умным человеком, пошел, предъявил претензию и обратился к юристам, чтобы, так сказать, расторгнуть контракт и вернуть товар ненадлежащего качества поставщику. Поставщик, значит, он решил это вернуть только тогда, когда поставщик ему предъявил претензию уже и отправил ему исковое, что они подают в суд, чтобы оплатить недостающую часть. Тот говорит, я оплатить не буду, так как товар некачественный. И подал встречное исковое. Вот в этот момент наш экономист, очень умный, обращается к юристам за помощь. Юрист, значит, ему говорит, рассказал, что нужно делать. Наш экономист, человек хитрый, ну, в общем, в бизнесе-то это и неплохо, и он начал у юриста выпытывать по шагам. Ну, для серьезности, для понимания процесса ему нужно было по шагам этот весь процесс знать. Значит, ну, там, ну, 10 шагов ему юрист расписал. И, значит, дальше было следующее. Юрист расписал эти 10 шагов и спрашивает, ну что, когда будем уже работать? Когда мы контракт подпишем на юридические услуги? Наш экономист, значит, что-то долго там завтра, завтра, потом поездка у него, потом налоговая, потом проверки, ну, в общем, бывает такое, что кто-никак. Альхворь приключилась, ну, в общем, вот такие вот разные вещи. И, значит, наш экономист, наш юрист, ну, решил в полглаза так, в полока следить за вот этой компанией. Оказалось, смотрит наш добрый молодец юрист, а компания-то в суде участвует, компанию кто-то представляет, а вот этот экономист, да он завтраками кормит все. Как-то не срастает за нашего юриста. В чем проблема? Ну, должно быть какое-то порядочное отношение, что если уж ты, ну, скажи, нет, я нашел другую компанию, что ж ты, мозги-то, это самое, площадь. Либо, скажи, стоимость не подходит, это можно обсудить, опять же, можно сделать подешевле, как-то просто изменить структуру наших услуг по ним, не подходит, немножко. Вот. И третий некрасивый момент, это то, что когда уже тебе расписывают, что тебе нужно делать, а ты как бы все это записываешь, и юрист-то наш смотрит результаты дела, а там все под купирку, прям как юрист говорил, с первой по десятую шаги. Прямо расписано все, как наш юрист-добрый молодец рассказал. И вдруг проходит полгода, ну, не вдруг, а решение, значит, созревает судебное, и в суде говорят, так что наш экономист-то проиграл. А в чем мораль, спросите вы? Не обращаться к юристам. Но юрист-то наш тоже не совсем дурак был. Добрый молодец-то. Он, собственно, и сказал экономисту 10 шагов, а об у дидонстом шаге умолчал. Мораль в том, что если договариваешься, то нужно делать. А так, наш экономист проиграл и остался с некачественным товаром, проиграл 400 тысяч аванса, проиграл 800 тысяч злато-серебра, значит, официальных денег, с которых его востребовал суд, плюс проиграл на юридические услуги попал. Вот такой хитрованный попался у нас экономист, который решил нахлобучить юристов и думал, что он самый умный. Нам нет.